На очередном планерном заседании были отмечены сотрудники районного отдела по делам архивов, которые 22 июля отпраздновали 100-летний юбилей архивной службы Адыгеи. Глава района Заурха Мирзов поздравил и вручил почетные грамоты начальнику отдела Эмия Пазаовой и ведущему специалисту Саиде Киржиновой. Далее участники совещания перешли к обсуждению актуальных вопросов. Заместители главы района представили отчеты о проделанной работе за прошедшую неделю в своих направлениях. Особое внимание было акцентировано на борьбе с сорняками на сельскохозяйственных землях и в населенных пунктах. Информацию по этому вопросу озвучил начальник управления сельского хозяйства Заур Самогов. Работы по очистке отцов на сельскохозяйственных металлов продолжаются. За прошлую неделю было очищено на сельскохозяйственных металлов. Проведены комиссионные работы, было составлено 14 потоковов и 11 предупреждений. На этой неделе тоже будут продолжаться расчистки от сомненности. Также будут совместные уже с сельскохозяйственные металлов. На этой неделе будут тоже проведены комиссионные объезды по каждому сельскому населению, по сельскохозяйственному производителю. Также ведутся противоборочные работы на сегодняшний день с парком 2200 гектаров и задискованно 9860 гектаров. Эти работы тоже способствуют уничтожению новостей. Особое внимание глава района уделил подготовке к слету талантливой молодежи в ФИШТ, который пройдет в горной местности региона с 16 по 18 августа текущего года. О ходе подготовки проинформировала заместитель начальника управления образования Нурет Бричева. Слет молодежи стал традицией, значит, в республике Адыгея. Традиционно в этом году слет талантливой молодежи проводится с 15 по 18 августа текущего года. Что изменилось в формате проведения слета? Это то, что добавился один день, 15 число, когда мы должны будем отправить всех на всю нашу делегацию в Адмийский государственный университет. И для участников этого слета проводится образовательный день. В этот день они встретятся с представителями кабинета министров республики Адыгея, руководителями органов исполнительной власти. Для них проведут разного рода тренинги, образовательные блоки и так далее. С 16-го, 18-го, 18-го уже начинается восхождение на Гавуфиш. На сегодня сформирована делегация Кашкабовского района в составе 22 человек. На совещании обсудили и другие темы, каждая из которых была детально рассмотрена, и для их реализации установлены сроки.